доброе утро мои дорогие друзья по кофейку это уже третья по кофейку чашечка стаканчик такой оригинальный такой стаканчик кофе сегодня я как вы видите покрасилась осветлилась у меня новенькая вот такая вот на волосах резиночка я вчера купила три таких резиночки 1 золотая 1 серебряная и 1 красный металлик вот но я решила начать золотой вот что было с утра я осветляла волосы девчонки кофе готов это уже вторая чашечка я одну уже выпила красную а сейчас я буду красить волосы отбеливать как я вам говорила вот этой штукенции тут у меня надо почитать что что как и сколько держать чтобы не передержать тоже а то отвалится еще вдруг есть такая вот бутылочка такая к ней еще вдобавок наконечник это здорово я предполагаю что такое это густая субстанция предполагаю использовать это дело два раза потом здесь вот такая вот штучка идет и 3 вот таких я думаю что то из них является маской а что-то является не маской в общем сейчас буду заниматься вот щёточка и вот такая маленькая чашечка ну не чашечка такая вот хрустальная а пиалочка масенькая совершенно я потому что много не буду я сначала хочу вот челку и вот здесь я не знаю буду ли я брать в целлофановые пакеты волосы чтобы до корня не доходило потому что почему-то волосы осветляются в первую очередь возле корня как раз этого и не нужно но буду приступать потом покажу что из этого вышло сделала раствор он такой крепкий я перчатки надела это редко бывает я только открывала у меня уже начали печь пальцы и немножечко прижглось сейчас буду уже покрывать девчонки сижу вот в таком сооружении это два пищевых пакетика я значит накрасила вот накрасила волосы и старалась не прикасаться вообще корням вот так что я сижу сейчас мне не печет вот я думаю 20 минут посижу посмотрю что из этого выйдет а так давайте по кофейку вот в общем сижу жду результата решила вам как появиться перед вами вот в таком смешном забавном даже очень виде позже когда все это сделаю когда все это покраситься вот у меня тут два один бальзам один не знаю тоже бальзам маска бальзам и маска кондиционеры маска вот в общем я не знаю что зачем я что-то там пыталась прочитать но так я ничего не поняла а вот когда увижу результат я уже потом буду улучшать текстуру волос чтобы чтобы они были более более менее живенькими ну давайте еще по кофейку и до встречи уже с белыми моими волосами обрету так сказать свой вид обычный вот так это все смотрится такая шапочка из пакетиков и сижу так сказать наслаждаюсь жизнью вертикально потому что по кофейку потому что мне так удобнее снимать я сейчас уберу уже это эту съемку и таки буду ждать результата ну вот решила вам показаться в таком забавном виде без челки и вы сразу поймете что без челки это совсем даже и не я потому что потому что я потому что я это когда челка когда это я без челки ну совсем другая женщина по кофейку ну результат на лицо на лице и так далее ошибки при покраске значит я вам показывала там было три пакетика кондиционер маска и оруситель по моему назывался в общем осветлитель я все сделала правильно я держала где-то полчаса вот это все дело старалась чтобы краска к корням не подходила она все-таки пролезла туда здесь я умышленно не касалась краской но все равно я это чуть-чуть подкрасила на этот случай у меня всегда всегда есть обязательно для для висков для моих обязательно есть тени обязательно и я подкрашиваю потому что иначе даже осветленные волосы они будут смотреться как седина а нам девочки это надо нет поэтому у меня всегда есть кисточка и всегда есть тени это мой лайфхак если вам вдруг понадобится так по кофейку ошибочка значит один из пакетиков там написано было кондиционер а или маска в общем там или маска или кондиционер было написано маска маска я думаю о маска сейчас я значит отрезала иду в душ от уже отрезанную выдавливаю из пакетика она темно-чернильного цвета я ее донесла ну машинально донесла а потом сразу раз и начала смывать думаю опять сейчас буду темная не хочу не хочу не хочу но это была моя ошибка на самом деле она бы мне дала не вот такой желтенький вот оттенок как при осветлении всегда волосы становятся желтыми и чтобы они имели вид более привлекательный их надо чем-то чем-то подкрасить на данном этапе это был чернильный цвет они бы имели немножечко такой пепельный оттенок чуть-чуть но я испугалась что я опять буду темная думаю не хочу не хочу потом я поняла что я сделала глупость я сразу начала смывать это все смыла совершенно моментально и осталось желтого цвета вот но я об этом совершенно не жалею по кофейку я просто буду знать это это мне урок я никогда получается не красилась такой краской вот с йосом вот экономная вот но мне правда все равно и как бы а теперь я познала вкус хорошей краски более качественной вот буду иметь в виду ну вот так получилось вот так получилось конечно к корням еще раз повторю подобралась эта красочка естественно они вообще стали белого цвета я думаю я эту процедуру повторю но не скоро не скоро недельки через две наверное где-то вот уже в середине марта и постараюсь опять же подальше от корней поближе вот к этим вот краям чтобы они стали белого цвета но девочки это вот такая вот скажем так уже даже дневная болтология потому что то я красила осветлялась стоя мылась то сушилась вот и сейчас пью с вами кофе и получается видео уже затянулось и тема видео совершенно не зайцевая а девочки внимание следующее видео я посвящу зайцам статуэткам зайцев которых я накупила знаете что мне такой к вам вопрос показывать только зайцев или же показывать перемешку с другими статуэтками это конечно не будет одно видео это будет по любому по любому это будет несколько видео потому что вы знаете я люблю еще и поговорить вот это как-то свои эмоции высказать по поводу покупки по поводу того как я смотрю на них и какие эмоции эмоции я получаю от вот обозревание своей прекрасной коллекции зайцев не только зайцев а в общем девочки кому интересно смотреть не только зайчи видео а перемешку потому что я повторяю будет их несколько будет ну статуэток у меня накопилось вот как я их всех люблю как я их все люблю я я вам передать не могу по кофейку даже про зайцев это будет не одно видео поэтому пишите в перемешку ли их показывать зайцев с кем-то другим кто у меня там еще есть а вообще у меня девочки еще есть мечта ну про хотелки советского периода я вам говорила это во первых девочка с флажком я вам показывала она это копия просто фотографии где моя двоюродная сестричка сусаночка и и с нами давно уже нет вот светлая память о ней остается значит вот эта девочка с флажком статуэтка это копия сусаночки она я показывала вам фотографию там так такая же панамочка такие же шаровар чеки но прям копия сусаночка я очень хочу эту статуэтку и когда-нибудь я ее куплю надеюсь вот это первое второе я хочу буратино на черепахи тортила я вам говорила и и что я еще ну вот эта девочка это самая хотелка номер один и вот я еще хочу сказать мне нравится еще статуэтка из детских да ребенок в шубке в шапочке именно с зеленым шарфиком именно зеленого цвета шарфик тащит санки вот это мне нравится а вообще-то детские статуэтки у меня были когда-то в чете я еще жила мы жить в чете жили когда у меня были детские статуэтки вот и те которые сейчас много показывают а куда их дело ну наверно раздарила и продавала и раздарила как обычно бывает я даже не помню куда я тогда я говорю я не сильно увлекалась статуэтками но уже потом начала увлекаться постепенно вот вот и вот сейчас я хочу не только сейчас я давно хочу статуэтку петушок у меня дома вы знаете есть из ну из чего и сейчас делают какой-то полимерный материал у меня есть петух большой вот такой на балконе в киеве стоит там он на балконе вот а я хочу фарфоровых петушков притом мне хочется не штофики а именно просто статуэтка цельная статуэтка петушок и я бы конечно очень хотела но я такого вообще никогда не видела подобие игрушки петушок вот детской игрушки советского периода то есть моего детства петушок он такой яркий с такими перышками вот такую я хочу но таких я не видела вот поэтому я просто хочу какого-то красивого петушка а и мне все равно вот на относительно петушка мне абсолютно все равно какого он периода нынешнего и либо прошлого вообще все равно я видела петушка и сейчас есть продажи в агоре в этом в кике в кике есть петушок но он из чего он сделан он не фарфоровый он из какого-то материала другого я не хочу я хочу фарфорового петушка так что еще а чего я еще хочу петушка хочу куда я еще хотела но вот оленей я накупила но вот зайцев я накупила а утку еще я вам говорила я бы утку красивую бы купила желтую ну может быть не желтую у меня лебедь есть у меня есть лебедь я показывала помада чтобы не расплылась вот я вам показывала лебедя но я хочу утку вот но это так я говорю хотелка номер один это вот девочка с флажком это вообще хотелка номер один по кофейку и так в следующем выпуске нашей передачи будут статуэтки я уже готова к этому ну на сегодня наверное это все наверное вроде сказала все что хотела да мои дорогие пока 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 до следующих выпусков у Продолжение следует...